Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, является ли хитрость грехом? Господь говорит, будьте просты, как голуби, и мудры, как змея. Наверное, в этом есть определенная подсказка к тому, что мы не должны действовать всегда прямолинейно. Но мудрость или хитрость, это показывает цель нашего действия. Потому что если мы хотим каким-то образом человека обмануть в ущерб ему, неважно, это материальная история, или душевная, или духовная, и в приобретении себе, то, наверное, такая хитрость безусловно греха, безусловно, Богом не благословляется. Если мы достаточно мудры для того, чтобы не оскорбить человека и действуем, не говоря ему всей правды, например, тоже это зависит от разных ситуаций. Если человек тяжело болен при смерти, и надо сказать ему о том, что он уходит, для того, чтобы он успел приготовиться к смерти через таинство в церкви, если мы этого не скажем, то на нашей совести будет, да, это, хотя вопрос очень тяжелый, потому что не каждый человек может понести эту информацию, и для каждого он решается индивидуально. Но вот не в таких крайних случаях, а в случаях, когда мы преследуем общее благо, то, безусловно, мы должны быть мудрыми по отношению к другим людям. В первую очередь это касается того, чтобы не говорить человеку прям правду в лицо, потому что мы должны действительно быть снисходительны очень к немощью другого человека, и по возможности стараться не ранить его, потому что в этом нет любви. В этом нет любви. У святителя Анна Златоуста, если я не ошибаюсь, есть такие слова, он говорит, что каждого человека, которого вы встречаете, каждому говорите, насколько он прекрасен, насколько он талантлив, насколько он красив, насколько он замечательен, даже если это не соответствует действительности. Это не будет лестью, но таким образом вы поддержите человека, укрепите его и явите любовь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.